Всем привет! С вами Ольга Чернова и мои видеообзоры для начинающих садоводов и огородников. Сейчас в преддверии посевов я начала снимать видеообзоры сортов перца и томата, чтобы помочь начинающим садоводам определиться с выбором сорта. Потому что мы все прекрасно знаем, зайдя в садовый магазин, голова кружится от этого изобилия. И в разнообразии этих сортов можно легко растеряться и потеряться даже опытному садоводу. А выбор должен быть осмысленным не по картинкам, а по характеристикам. Теперь я уже описала много сортов перца и все перечислять не буду. Там были и карликовый винни-пух, и просто скороспелый винти, и вот такие крупные золотая бочка, патриция. Кому интересно, кто хочет выбрать именно по характеристикам, посмотрите мои видеообзоры. Но сейчас я хочу поговорить именно о таких колобочках. Не могу пройти их стороной, потому что сама их выращиваю. Они мне нравятся и на внешний вид, и на вкус. Вот сейчас поговорю про колобок. Вот такой, как колобок, есть еще и бублик, и еще там какие-то. Но я о каждом отдельно, потому что в одном видеоролике я не хочу спутывать сорта, потому что они все разные. Вот колобок. Раннеспелый сорт малыш для загущенной посадки. Этот вариант подойдет тем, у кого очень мало места, некуда вообще совершенно перцы воткнуть. Вот такие вот перцы малыши требуют очень мало места. И плоды у них тоже вкусные, толстостенные. Сейчас мы почитаем их характеристики. Раннеспелый, всего 107 дней. Хочу отметить, что вот перед этим была золотая бочка. У нее было 120 дней. Так что он поспеет намного раньше вот этих огромных сортов. Для открытого и защищенного грунта растение компактное, высотой 30-40 см, плоды томатного типа, то есть совсем круглые, как помидорки. Гладкие, сочные, нежные масса 80-90 грамм, толщина стенки 8-9 мм. Окраска перцев в технической спелости салатная, в биологической темно-красная. Устойчив к заболеванию, ценность сорта, дружное плодоношение, отличная лёжкость, транспортабельность, высокие вкусовые качества. Назначение универсальное. Что хочу отметить, вот во всех этих колобках, бубликах, вы обратили внимание, что при таком маленьком весе плода, 80-90 грамм, у него стенка толщина 8-9 мм. Если вдуматься, 9 мм это почти сантиметр, две клеточки тетрадные. Вот у такого малыша будет вот такая толстая, сочная стенка. Очень удобно для салатов, для любых переработок. Конечно, есть лучше его в свежем виде, насладиться вот этой сочностью. Сок из него даже брызжет. А какой красивый он на внешний вид. Его когда я вот собираю, у меня есть, выращиваю сорт колобок. Наложишь в корзинку или в какую-то такую, в салатницу, в чашечку. Ну вот когда еще собираешь помидорки и помидорки, кругляшки такие. Очень советую тем, ну у кого действительно маленькие участки, теплицу ставить некуда для перцев. Посадили несколько штук в уголок метр на метр. Вот такие будут перцы малыши, колобок. До свидания. Следующий сорт перца будет в следующем видеоролике. Следите за моими видеообзорами, это очень интересно. Даже если вы не будете его высаживать, вот эта информация, конечно, пригодится. Это и общий кругозор, и на будущее. Вдруг вы когда-нибудь решите посадить сорт малыш. Пожалуйста, колобок. Продолжение следует... Продолжение следует...